Коридоры Тверской городской думы украсили работу художника Романа Харламова. Выставка посвящена природе Верхневолжья. На открытии побывала наша съемочная группа. На выставке представлено 46 работ художника, написанных в разных техниках. Живопись и акварель. В основном это пейзажи, на которых можно узнать места Тверской области. Роман Харламов художник во втором поколении, где природа, как основной мотив живописных работ, это семейная традиция. Он вырос среди художников, его окружали произведения отца, который часто брал его на работу. Это и подсказало ему направление в жизни. Я люблю пейзаж, я люблю наш Тверской край. Меня вдохновляет, как правило, и озера, и леса, и реки. Это можно бесконечно писать. Тверской край, лесной очень красивый, лесной массивый. Так, что мы недалеко от города, мы ездим в отмечи. Очень хорошее, красивое место и, в общем, постоянно все время что-то новое. Традиции проведения вернисажей тверских художников в здании представительного органа власти уже несколько лет. Поздравил художника и всех собравшихся с открытием выставки председатель Тверской городской думы Евгений Печуев. Сегодня мы в основном видим работы, которые связаны с пейзажами, с пейзажами нашими тверскими. Те, кто будут посещать нашу думу и в виде работы Романа Викторовича, узнают, может быть, даже какие-то наши места тверские. И мы можем пожелать команде Викторовича успехов в дальнейшем его работах, чтобы он также радовал наших жителей своими работами. Я думаю, что это не последняя выставка. Будут новые работы, которые мы с удовольствием разместим в стенах Тверской городской думы. Сам автор выразил благодарность за возможность представить свои работы в городской думе. Когда предложили, я с удовольствием согласился. Я думаю, что здесь много кто может увидеть эти работы. И, соответственно, если они найдут отклик где-то в душе, я буду только счастлив. В общем, для этого мы и работаем. Как отметил председатель Тверской городской думы Евгений Печуев, разные работы, которые появляются в стенах думы, всегда интересны посетителям. Они помогают больше узнать о местных художниках. Продолжение следует...